Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экземенов. Библейский портал экземенов. И сказал он, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал он, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими глазами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корни и непостоянны. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас сообразняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Вот. Господь рассказывает притчу о сеятеле, и вообще он говорит притчами. Почему? В этом есть определенный такой педагогический замысел. Некоторые вещи гораздо более доходчивы, если рассказать их притчами, какими-то яркими образными картинками. Вот притча о сеятеле, она хорошо запоминается. Если рассказать просто о том, что, ну, бывают люди, которые охотно веруют, а потом они забывают об этом, бывают люди, которые веруют, потом сталкиваются с неприятностями, и они понимают, что им лучше не веровать. То есть это выглядит, это будет как-то скользить по поверхности сознания. А вот притча, это, во-первых, запоминающийся образ, который побуждает нас задумываться, который побуждает нас его толковать, который стоит у нас перед глазами. И поэтому Господь говорит притчами. А внешне все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят. В чем здесь проблема с внешними? Они не хотят понять. Они отворачиваются, они не хотят разуметь, и поэтому истинно остается от них сокрытой. И Господь говорит подробно о смысле этой притчи, о сеятеле, о том, что Слово Божие, которое посеяно в наших сердцах, оно может попасть на разную почву. И бывает так, что человек услышал Слово Божие, его это в каком-то отношении тронуло, но он поехал дальше заниматься своими делами. Или он выслушал Слово, но он понял, что для того, чтобы поверить по-настоящему, ему нужно будет кое-что изменить в своей жизни, и он решил этого не делать. И Господь здесь призывает нас быть добрым, доброй почвой для этого семени Слова Божия. Что да, мы столкнемся с определенными трудностями, с определенными испытаниями, но мы должны быть доброй почвой для Слова Божия. И сказал он, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Кто имеет уши слышать, да слышит. Свеча, то есть Слово Божие, должно светить людям, и оно должно быть явным. Иногда говорят, но вера – это мое личное дело, я вот там где-то у себя в глубине сердца верю, и с точки зрения Библии это не вера. С точки зрения Библии, с точки зрения Господа, вера – это то, что светит другим людям. Это не то, что находится под кроватью, это не то, что я зажег у себя под одеялом фонарик и там читаю. Нет. Вера – это то, что светит другим людям. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Люди, которые верят в Бога, они проявляют это в своей жизни. Это всегда видно. Это проявляется в определенном поведении. Вера, которая в душе, которая не проявляет себя в том, что человек ходит в церковь, молится Богу, пребывает в общении с церковью, стремится исполнить его волю, ну, значит, его просто нет. Если вера есть, она себя неизбежно проявляет. Кто имеет уши, слышит, да слышит, это фраза, которая известна в то время, известная фраза Глашатой. И мы сейчас иногда говорим «поучите и распишитесь». То есть вот если вы расписались, вы точно осведомлены о том, что вот тут написано. Там вы принесли повестку или какой-нибудь документ, и вы в нем расписались. То есть вы знаете, что здесь написано. Вы не можете сказать в суде, что вы этого не знали, или вы там договор подписываете. В древнем мире подписок не брали, а просто громко провозглашали и говорили, «Уж у вас есть», значит, вы слышали. Вы не можете сказать, что вы этого не знали. И точно так же мы не можем сказать, что учение Иисуса от нас сокрыто, оно провозглашается Господом открыто. «И сказал, замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Речь здесь идет о многих различных вещах. Вот эта особенность такой притчеобразной речи, что притча имеет очень такую многократную смысловую нагрузку. Она может быть понята по-разному и понята одинаково верно. Вот там инструкция по сборке этажерки Икея, она может быть понята только однозначно. У нее один слой смысла. В библейских притчах таких слоев много, и это для библейского текста абсолютно нормально. «Какой мерой мерите, такой отмерено будет вам. Насколько вы готовы прислушаться к Слову Божию, насколько вы готовы принять Божию благодать в своей жизни, такой мерой будет отмерено вам. Готов я всерьез отнестись к тому, что проповедует Иисус? Тогда это изменит мою жизнь. Готов я принимать это только по касательной? Ну вот я ознакомился, но я не хочу сильно менять свою жизнь. Ну, значит, это будет по касательной. Кто имеет веру, тому дано будет. Кто не имеет, у того отнимется то, что имеет. Люди Ветхого Завета, у них есть определенный такой духовный багаж, определенные духовные богатства. Если они поверят в Иисуса, им дастся и приумножится. Если они не поверят, у них отнимется то, что у них было. Также многие толкователи, и это тоже справедливо, как мы уже сказали, библейский текст многослойен, говорят здесь о долге милосердия по отношению к другим людям, насколько мы щедры по отношению к нуждающимся, настолько Бог будет милостлив и щедр по отношению к нам. И сказал, царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Это одна из притч о царстве Божием, и Господь помогает нам понять, что такое это царство, как оно выглядит. И для людей того времени картинка была достаточно простой, понятной и посусторонней. Мы можем прочитать, сохранились тексты того времени, люди представляли себе, что царство Божие – это когда Бог поставит своего царя, который будет помазан Богом, и Бог накажет всех плохих людей, которые угнетали народ, римлян и также местных угнетателей. И наступит мессианское царство, будут сказочные урожаи. Виноград будут плодоносить десять раз в году, будет очень много и всего. Люди жили впрогу, им хотелось просто наесться. Но царство выглядело как такое нечто внешнее. Приходит хороший, справедливый царь, назначенный Богом, наводит порядок, и все становится очень хорошо. Иисус говорит, что царство Божие – это нечто другое. Царство Божие зреет постепенно. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит и встает ночью и днем, как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно присылает серб, потому что настала жатва. То есть мы имеем здесь длинный-длинный процесс и незаметный процесс того, как царство зреет, а потом наступает жатва. Царство уже присутствует в этом мире. Царство – это не только то, что наступит в конце времен. Оно наступит в конце времен. Но не только. Царство уже присутствует в этом мире. В этом мире уже присутствует Иисус Христос – царь. В этом мире уже присутствуют его подданные, те, кто присягнули Иисусу Христу, те, кто вошли в его царство. Царство присутствует в этом мире, видя церкви. Церковь растет. И она первоначально как зерно. Зерно. И оно постепенно прорастает. Церковь становится все больше и больше. Все больше и больше людей обретают спасение. И наступает момент, когда наступает жатва. Наступает конец этого мира. И сказал, чему подобим царствие Божие, или какой притчей изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что по тенью могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притча же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Царство Божие, присутствие Бога в жизни людей, присутствие Христа в жизни его учеников, церковь – это как зерно горчичное. И мы видим, что действительно, при своем основании, апостольская церковь – это очень небольшая группа людей. Людей невлиятельных, людей несильных, людей немогущественных. Людей, у которых нет армии, нет огромных финансов. Людей, которые живут в провинции огромной империи. И это просто очень небольшая религиозная группа, которая не обладает ничем. И мы видим, как происходит нечто удивительное, нечто чудесное. Церковь распространяется, а церковь становится известной. Если бы мы в первом веке спросили в Риме, сказали бы в Риме, вы знаете, пройдет три века, и римский император будет христианином. И нам бы римляне сказали, вы о чем, каким христианином, что это за слово вообще такое. Потому что никому неизвестно, кто такие христиане вообще. Если бы мы во втором веке сказали бы, пройдет вот сто лет с небольшим, и римский император будет христианином, над ними бы посмеялись. Сказали, ну кто такие христиане? Это жалкое суеверие, их гонят, их преследуют. Ни один приличный римлян не станет с ними связываться. Это все смешно, что вы говорите. Но действительно римский император стал христианином. Действительно церковь, возникшая вот из этой небольшой группы людей, распространилась по всему лицу земли. Действительно, все гонения, с которыми она столкнулась в римской империи, послужили только к ее большему распространению и развитию. И мы увидели, как вот это маленькое зерно горчичное, вот эта маленькая группа учеников Иисуса, превратилась в огромную вселенскую церковь, которая распространила свои ветви по всем странам и народам. Вечером того же дня сказал он, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, и с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на карме на возглавии. «Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветеру тихо сделалась великая тишина. И сказал он, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же сей, что ветер и море повинуются ему?» Господь с учениками переплывут в лодке, поднялась великая буря. Там, в той местности, иногда происходят великие бури, и внезапно достаточно налетает порыв ветра, и там опасно плавать. Вот люди испуганы. Иисус спит в это время. Мы видим, что это одно из указаний на полную человеческую природу Иисуса Христа. Он спит. Он спит, он нуждается в пищу, он нуждается в отдыхе. Он человек во всем подобном нам, кроме греха. И мы видим здесь, как перепуганные ученики его будят и говорят, неужели тебе нужды не, что мы погибаем? И это образ поведения нашего, поведения христиан, когда мы перепуганы. Мы перепуганы, мы взываем к Богу. И Иисус, став, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И сделалась великая тишина. В ситуации, когда мы перепуганы, мы выпьем к Богу, мы знаем, что Бог может установить великую тишину. Но ученики задаются вопросом об Иисусе, кто же сей, что ветер и море повинуются Ему. Дело в том, что в Библии в одном из псалмов сказано, «Ты воды чувствуешь над яростью моря». И в других местах сказано, что тот, кто воды чувствует над бурями, Бог. Это Бог обладает властью над природными стихиями. И Иисус, приказывая природным стихиям, показывает, что Он Бог. Он тот, кто распоряжается ветром и морем. Кто же сей Бог? И мы видим, как Иисус здесь их упрекает, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Бог обладает властью над всем. Все произойдет так, как определил Бог. Не существует в этом мире какой-либо тварной силы, которая могла бы противостоять Богу. Поэтому Иисус и говорит, что вы так боязливы, и у вас нет веры. Это истина. Бог воды чувствует над яростью моря. И нам бывает трудно эту истину переварить. Есть масса вещей, которые нас тревожат, масса вещей, которые нас пугают или удручают. Но мы должны поверить в эту истину. Бог воды чувствует над всем. Его промысел осуществляется в истории мира и в нашей конкретной жизни. И Бог обратит все к нашему благу и спасению. Мы с вами прочитали четвертую главу Евангелия от Марка, и мы это делаем в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok